Создавая свой рождественский вертеп, семья Бобковых постаралась сделать свою поделку, яркой, солнечной и по-настоящему волшебной, и соблюсти при этом таинство Рождества. По словам Александры, она только помогала дочери Мирославе. Главная роль в создании вертепа была, конечно, у девочки. Это возрождение старых традиций. Мы хотели в этом поучаствовать обязательно, чтобы наше новое поколение молодое знало, что это такое, почему Рождество, откуда оно, с чем-то связано, как. На фестиваль прислали несколько десятков творческих работ, при создании которых использовали самые разные материалы – ткань, бумага, картон, дерево, пластик. Всех участников отметили специальными призами и дипломами. Продолжился фестиваль домашних вертепов «Ясельки» показом творческих постановок на тему Рождества. Первыми на сцену поднялись Елена и Дмитрий Парфеновы. Внимательнее всего за их выступлением следили дети на первом ряду. Это самые строгие, мне кажется, зрители, потому что нужно сделать так, чтобы они поняли. И рассказываем же о серьезных вещах, а детки бывают разного возраста. И вот донести до них какую-то информацию, вот для меня это было очень сложно. Поэтому у нас в постановке мы и обыграли, что животные рассказывают, как бы, человеческим голосом рассказывают эту святую историю. Елена со своим сыном впервые приняли участие в этом фестивале. По словам женщины, они сильно волновались, но организаторы в нужный момент помогли выбрать форму выступления, проконсультировать и поддержать советом. На консультации с организаторами фестиваля мы проговорили, какие вообще возможны варианты исполнения. И мне рассказали о прошлогоднем вертепе, когда все действие происходило на елке. Идея оказалась удачной, на ней семья Парфеновых и остановилась. Зрители провожали артистов бурными аплодисментами. Своим выступлением они смогли создать праздничное настроение в зале. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.